Кому можно приходить на твой семинар? То есть какая должна быть подготовка? В принципе, на этот семинар, который мы проводим с Алексеем в Екатеринбурге, в других городах могут прийти люди абсолютно безо всякой подготовки, не требуется никаких особых навыков, знаний, ну, по крайней мере, быть достаточно вменяемым, психически здоровым и иметь желание познавать новое, некое самопознание. В принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы прийти на наш семинар. Для того, чтобы начать практику, достаточно просто, ну, вот мы чувствуем свои мысли, этого достаточно, то есть чтобы остановить мысль или как-то работать с мыслью, нужно просто осознавать, о чем ты думаешь. На это способен, в принципе, любой вменяемый здравомыслящий человек, и можно сказать, что какие-то базовые навыки медитации мы вообще в жизни получаем. То есть если мы можем сосредоточиться на своих делах, а, как правило, люди, у которых есть свободное время для медитации, они уже могут как-то контролировать свое время, свои возможности, значит, они уже готовы. Для того, чтобы начать, как далеко человек зайдет, это уже другой вопрос. Тут, конечно, есть разные возможности, разная подготовка, но тут, как говорится, техника одна для всех. Как в нырянии, вот ныряй и греби. Начинающий ныряльщик, он ныряет и гребет. Там опытный тоже ныряет и гребет точно так же, просто опытный ныряет глубже. Но нырнуть может любой абсолютно, то есть погрузиться вот в эти состояния. Это, я думаю, на каком-то уровне доступно всем. И начать может каждый. А дальше я встречался с тем, что люди одаренные, чувствительные, там в них много всяких позитивных предпосылок, но они, тем не менее, их так ими не воспользовались и бросали занятия. И даже если человек вообще ничего не чувствует, вообще свою мысль никак не контролирует, и совершенно как бы полный ноль, вроде как, но у него есть сильное желание, мотивация, то это главное, это решает все. И за счет упорства он может обойти там многих талантливых, так сказать, людей, как бы талантливых, но которые ленивые. То есть здесь все решает именно мотивация. Если ты хочешь, достигнешь. Как понять, насколько удачно у тебя вышла практика? Как отличить реальный результат от глюков? Да, то есть, понимаешь, люди ждут, о, медитация глубокая, это значит, меня там должно либо озарить, либо я куда-то провалился, либо я благость испытал, да? А по факту они сидят, пытаются замолчать, и для них как бы ничего не происходит. И они думают, ну хорошо, я к этому еще не готов, мне надо там что-то поделать. Я бы сказал так, что обычно, когда человек только начинает практику, первое какое-то время он чувствует себя часто полным идиотом, вот он сидит и вроде как ничего не происходит, это нормально. Когда начинает происходить, не пропустишь. Обычно, ну, в моем конкретном случае, с моими методами, остановка мысли, она приводит к глубокому расслаблению, и как минимум человек освобождается от стрессов. То есть он становится более спокойным, уравновешенным, и, соответственно, более эффективным в жизни. Но это уже проявляется после практики? После практики. И я бы сказал, что эффекты после практики и есть главный критерий, да? То есть вот если ты увидел там, я не знаю, в практике тысячу ангелов, вот, а потом в твоей жизни ничего не поменялось, ни отношение к людям, ни отношение к миру, ни способ действия, то, соответственно, это, скорее всего, глюк. Вот, а если ты ничего не увидел, ничего не почувствовал, сидел как дурак, но потом вдруг заметил, что стал меньше раздражаться, меньше напрягаться, то это гораздо позитивнее. То есть здесь может не быть ярких каких-то эффектов, но главное, что меняются вот именно какие-то глубинные наши качества, от которых зависит в жизни ситуация, наше состояние, и они могут меняться вот незаметно. То есть мы можем вдруг обнаружить, что это изменилось, хотя вроде бы, когда занимались практикой, ничего особенного не происходило. И здесь главное быть, как сказать, свободным от ожиданий, но зато полным веры. То есть верить в себя, верить в то, что может получиться, что мы можем действительно осознать свою истинную сущность. Но это должна быть некой такой спокойной верой, не фанатичный экстремизм, а просто готовность внутренняя. Дальше очень индивидуально все. То есть у разных людей идут совершенно разные процессы. Кто-то там видит яркие образы, кто-то чувствует тактильно, что-то там происходит у него, кто-то ничего не чувствует, но вдруг начинает что-то понимать. В итоге каждый идет каким-то своим особым путем в целом. Но, конечно, тут нужно время. Не будет так, что первый раз вообще в жизни человек пришел, и сразу у него все получилось. То есть нужно хотя бы несколько месяцев постоянной практики, тогда можно будет проследить какие-то результаты. Хотя, конечно, мы не знаем, с каким багажом люди приходят, и человек не знает, с каким багажом он идет, потому что есть еще прошлые воплощения, наработки в прошлых жизнях. Может быть и так, что человек придет, один раз помедитирует, сразу в самадхи впадет. Вот, может быть и такое. Но не факт. Понятно. То есть если во время медитации человек не ощутил каких-то ярких переживаний, то это не означает, что медитация не удалась. Да, именно так. По сути. И их может вообще в принципе не быть. И ждать именно в этот момент, на этом циклиться, что сейчас меня там пробьет, ну не стоит. Не, не стоит. Важно просто выйдя из медитации, на следующий день внимательно смотреть, что в твоей жизни происходит. Обращать внимание на какие-то ситуации. Да, 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 да. И это новое, что-то увидел. Да, да, да. То есть вот эти вот неуловимые тонкие изменения, в этом основное. Какие-то яркие включения, они, конечно, тоже бывают и будут, если человек будет постоянно практиковать, с практикой придет, да. Но для этого нужно время, и в первые месяцы может вообще ничего не быть. Ну, таких вот именно ярких проявлений. Но изменения, они, конечно, начнутся сразу, но они будут очень такие постепенные. Если мы говорим про человека, который, ну, посмотрел в том числе это видео, понял, да, что для того, чтобы что-то достичь, нужно потихоньку пробовать. Чем ему поможет вот именно участие в семинаре, да, то есть в твоем присутствии, в присутствии других учеников, по сравнению с самостоятельными занятиями. Я понял. Плюс заключается в том, что передается состояние. Вот есть некая информация, мы сейчас живем в мире, где ценится информация, но, скажем так, ценность состояний, которые за ней стоят, она тоже есть, но не очевидна. И когда мы что-то читаем сами по себе, мы получаем информацию, но чтобы она начала работать, нужно правильное состояние. И, собственно, на тренинге, ну, вот на семинарах, именно идет прямая передача состояний, в этом главный смысл. Плюс идет совместная групповая практика, а когда ряд людей собрались во имя одной цели, то идет взаимное усиление. Именно вот практика в группе, она в этом плане мощнее, и передача состояния лучше. То есть информацию, да, можно почерпнуть где угодно, и человек, в принципе, может заниматься и сам. Тоже неплохой вариант. Но именно обучение у какого-то учителя, оно дает вот именно дополнительную компоненту передачи состояния, которая значительно ускоряет и, скажем так, усиливает процесс. Находясь уже здесь, на семинаре, на чем вам стоит концентрироваться? Как надо правильно себя настроить? Чтобы быть максимально эффективным в практике, в том числе на семинаре, нужно просто спокойно следовать ситуации, спокойно следовать рекомендациям. Остальное зависит от аудитории. После семинара, да, бывает часто всякие, точнее, практически всегда происходят всякие изменения у людей. Ну, у кого-то сильнее, у кого-то слабее, ну, и эффект он есть по-любому. Но важна еще самостоятельная практика. То есть вот то, что ты, человек, на семинаре получил, необходимо, чтобы вот оно раскрылось, нужна самостоятельная работа. То есть групповая практика, они, конечно, хорошо, там передачи состояния, усиления, но есть и вторая часть, это, собственно, индивидуальная работа, когда никого нет, и человек один сам вот это состояние внутри взращивает. Вот это самое лучшее сочетание, когда есть индивидуальная работа, когда человек сам над собой работает, и периодически там участвует в каких-то семинарах, в групповых практиках, вот тогда будет рост. А если он будет только на семинаре заниматься там раз в год, или два раза в год, то, конечно, эффективность в разы меньше. Еще тоже из опыта, значит, у тебя же на семинаре ко мне тут женщина одна подошла, очень такая была расстроена, говорит, деньги потрачены зря, я на практике, на медитации заснул. Я бы сказал так, даже если человек заснул во время медитации, все равно... Не осознанно ничего, то есть не осознанно прошло так? Ну как, хотя бы часть какая-то прошла осознанно, аж не сразу человек заснул. Вот, просто, как сказать, если человек засыпает, конечно, он спит. Вот, но с другой стороны и не совсем. То есть это все-таки отличается, чем если бы он спал дома. Вот, то есть что-то все-таки происходит. Нельзя сказать, что практику полностью слил. Что-то остается? Ну, если хотя бы несколько минут медитировал перед этим, то по-любому что-то останется. А когда спал, это уже все? То есть в подсознании тебе в этом случае ничего не загружается? Ну, я бы сказал, что, конечно, загружается, но я бы сказал так, что вот, когда мы каждую ночь спим без сновидений, мы напрямую контактим с Богом. Не то, что с каким-то гуру, вот, какой-то, который тут что-то рассказывает. Но поскольку мы в этот момент неосознаны, да, нам что-то грузится в подсознание, но как бы мы от этого просветления не становимся. Здесь абсолютно та же история. Безусловно, что-то поменяется, даже если человек просто пришел поспать. Вот, сюда. Но это, конечно, намного слабее, чем если бы он, ну, там, вот просто, как сказать, гетировал более осознанно. Ну, что-то, наверное, да, поменяется. Люди, которые вот уже были на двоих семинарах, да, приходят вновь. Зачем они приходят? По идее, ты же даешь ту же самую информацию. То есть смысл посещения семинаров, вот, ну, твоих повторных. Потому что тема по большому счету не меняется. А что люди получают, посещают? Я бы сказал так, что, примерно то же, что и я. Делай одну и ту же практику в течение множества лет. Вот. То есть дело здесь как? Есть разные подходы. Первое, это когда ты, грубо говоря, поверхностно изучаешь много разных методов. То есть здесь покопал, тут копнул. Вот. А есть метод глубинного бурения. Когда ты вот вырвал в одном месте скважину, и, значит, буришь, буришь. Если там неглубокие скважины, вырвал там пять колодцев, ну да, там вода немножко будет разной. Если ты вырвал один колодец на 10 километров, ну или там на 200 метров, то это уже артезианская вода, другое качество. А если ты до центра земли, там уже вообще не вода. Там это, значит, огонь. Но мне нравится бурить в одну сторону. Вот. И, соответственно, каждый раз, вот я вот день за днем, я так потихонечку погружаюсь, погружаюсь, и люди, которые за раз за разом приходят на семинары, они следуют тому же пути. То есть они хотят... Ну, даже если они сами практикуют, на семинаре они... Ну, на семинаре просто человек заново... Ну, как вот, групповая работа – это усиление. То есть он получает дополнительный импульс. Вот он бурит, 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 раз, потом что-то как-то расслабился, так надо сходить на пять, зарядился опять. И... Вот, ну, это и есть процесс движения вот к своей сути, к своему истоку. Ну, то есть они уже идут ради именно практики, ради глубины практики. Да, именно так. Плюс еще я бы сказал, что вот даже информация или вот мысли какие-то в основе, во-первых, немножко они всегда разные. Вот, все-таки есть разница. Я сам периодически меняю немножко отношения, потому что я тоже не стою на месте в плане познания. Во-вторых, чтобы понять какую-то информацию, бывает недостаточно один раз ее выслушать. Я сам могу сказать, что когда я там занимался какими-то практиками, чтобы понять некоторую информацию, я сам несколько раз приходил на первый курс там одной из школ, чтобы лучше понять, но по-настоящему начал понимать. Ну, как вот лучше еще. Когда стал сам этому обучать, только тогда я начал понимать первый курс. Поэтому есть некая обманчивая ясность. Я всегда сходил, а все ясно. Но поэтому половину забыл, третий там не понял. Но где-то сложилась какая-то ясность. Вот ознакомился. Ну, как знаешь, я это уже слышал. Эту программу я прошел. Да-да-да. Но люди вдумчивые, которые действительно заинтересованы в своем развитии, им недостаточно бывает просто ознакомиться. Поэтому они готовы вот именно к более глубинной работе, к сосредоточению длительному на одной и той же теме. Тогда это выдает другую глубину. И в современном мире многое строится на так называемом клиповом мышлении, вот когда быстро меняющаяся картинка в телевизоре, чтобы только человек не отвел свое внимание. Ну, в принципе, это как такая ловушка внешняя для внимания, она работает. Но чтобы душа проявилась в жизни, нужны другие механизмы, чтобы не просто ум этот, значит, бегал в разные стороны, но вот проявить душу, тут немного другой подход. Конечно, есть разные методы. Ну, просто это вот о специфика моего конкретно метода. Есть другие варианты, когда в том числе есть большое разнообразие практик. То есть ничего против этого не имею. Все зависит от особенностей психики. То есть есть там бурение до центра земли, есть там, я не знаю, еще какие-нибудь другие методы взрывания в разных местах. Ну, так это грубо, конечно. Вот. То есть зависит от специфики пути. Но я могу обучать только тому пути, который мне самому понятен. Вот. И примерно так. В конце тебя еще тогда спрошу, когда в Екатеринбург приезжаешь уже четвертый раз, ну, маленечко скажи впечатление в нашем городе. Вообще, как здесь проходят семинары, атмосфера? Ну, я вот замечаю, что вот в Сибири, в Новосибирске и вот с Урала, начиная в Екатеринбурге, есть вот какая-то специфическая атмосфера такая. Ну, я бы сказал позитивная. Вообще, я не очень люблю всякие большие города, потому что там как-то вот какая-то вот движуха. Я больше люблю более спокойные места. Но как-нибудь... Ну, да, как-то вот мне больше нравится природа. Не то, чтобы я прям не люблю города, но мне на природе лучше. А вот именно в Екатеринбурге, в частности, вот это менее выражено. Вот. То есть, здесь город, хоть и миллионник, вроде бы промышленный центр, но тут вот что-то есть такое в воздухе более, можно сказать, природное, что ли, дикое. Это вот характерно именно для такой вот Сибири, наверное. И дальше туда, в Сибирь, да. Ну, на Дальнем Востоке я не был, но вот что-то объединяет эти вот города, что Новосибирск, что Екатеринбург, что-то такое. Ну,